Развернули на границе всего лишь четверых украинцев, у кого-то паспорт был небиометрический, кто-то превысил срок пребывания в шенгенской зоне. В целом, все были приятно удивлены своим первым опытом пользования безвизом. Говорят, пограничники лишних вопросов не задавали. Для ускорения обслуживания в некоторых аэропортах открыли дополнительные окна контроля. Чтобы показать Европу всем желающим, сегодня даже пустили специальные рейсы многие авиакомпании. Подробнее расскажут мои коллеги в Брюсселе и Берлине. В Брюсселе с Киева в первый день безвиза пустили дополнительный рейс. Прилет в час дня, потом экскурсия в столицу Евросоюза и вечером возвращение обратно. Вот они, первые туристы из Украины безвиз в паспортах. Кто-то в Европе впервые и с опаской садился в самолет безвизы в паспорте, кто-то наоборот. Довольны остались все. Никого пограничники не развернули, по крайней мере в Брюсселе. Очень хорошо приняли нас, ничего не пытали, подавилися паспорт, поставили отметку. Запитывали мету визита и подавилися паспорт. Все. Никаких финансовых документов не привязали, ни чеки из банка не нужно было. В группе, которая прилетела на экскурсию, многие в вышиванках. Захватили с собой и украинский флаг. Всего на прогулку по Брюсселю выбрались почти 150 человек. Мы только прилетели. Мы, собственно, были в... как это называется? Атониум. Атониум. Сейчас узнаем, как живет Европарламент. Сегодня все отдыхают, но мы все равно проконтролируем. Идет работа, как там Украину будут встречать, когда. К Европарламенту встретить украинских туристов подошел и глава представительства Украины в Евросоюзе. По его словам, в Брюссельском аэропорту пограничники открыли сегодня 4 дополнительных окошка для украинцев. В целом, по странах Шенгенской зоны на границе развернули всего пару человек. Станом на 12-ую годину было около 700 украинских граждан, которые перетнули кордон с государством, членами Европейского Союза. Завернули еще 4 человека. Двух из них причина была в том, что они перевищили период перебывания. И двое просто пришли с обычными паспортами, не биометричными, а закордонными паспортами. И моя коллега Татьяна Лагунова встречала украинцев в Германии. Давайте узнаем, как все прошло там. Берлина, аэропорт Тегель. Сегодня в первой половине дня сюда прибыл единственный прямой рейс из Киева. И прилетели первые пассажиры, которые на себе смогли протестировать действия безвизового режима с Европейским Союзом. Для первопроходцев и прием особый на паспортном контроле путешественников встречали пограничники и дипломаты во главе с послом Украины в Германии. Я единственная женщина из нашей семьи, верю, что это будет. Я очень-очень благодарен и Германии, и вообще Европейскому Союзу, что наконец-то это сделали. И все наши граждане могут приезжать сюда без визы. Этим же рейсом в Берлин прибыли еще 10 украинцев с биометрическими паспортами и без виз. И все прошли границу без лишних вопросов. Они посмотрели, о боже, первый штамп мы сейчас поставим, вот, и поставили такой штамп, я сейчас вот покажу его, вот такой штампик, вот, и улыбнулись, и очень приветливо. То есть все, что пугали, у нас не спросили, ни обратный билет, ни отель, вообще ничего не спросили. Вот абсолютно не было никаких лишних вопросов, кроме как стандартные вопросы, с какой целью, у кого вы останавливаетесь в Берлине, все. Также легко паспортный контроль прошли и украинцы, которые прилетели сегодня в Мюнхен и Франкфурт, говорят украинские дипломаты. Мы выполнили свое домашнее задание, таким чином нам доверяют, и эти паспорты, которые имеют наивысший уровень захвата, это, так сказать, квиток до Немечкины. Мы надеемся, что большая часть наших граждан сможет теперь отведать эту страну. Если же проблемы все-таки возникнут, дипломаты советуют обратиться в посольство и федеральную полицию Германии. Именно эта служба принимает окончательное решение, кто может пересечь границу, а кто нет. Затем Лугунова Елена Абрамович, Геннадия Никеенко и Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер.